Меня вот в этом поединке, если честно, больше всего тронули завершающую минуту репортажа, когда Хабиб говорил, кому он посвятил победу и как дороги были ему слова мамы. Поэтому я хотел бы начать с того, что еще раз мы, наверное, все выражаем соболезнование по поводу ухода отца. Я считаю, что это великий тренер, потому что у нас есть действительно великий чемпион. Наверное, это очень мощный педагог, учитель и тот человек, на котором не только спортсмены, но и многие люди в Дагестане, да и не только в Дагестане, могут равняться по-тенуис-пременеру. Второе, я действительно хотел бы сказать о том, что такая национальная победа для Дагестана, мы были там, а здесь, в Махачкале, я не хочу сказать, что ночь креатива в день, да, но то, что эта ночь была такой, как во многих других городах Новый год отмечают, это было точно, потому что было торжество, и все вот эти эмоции, которые люди выражали, они действительно были неподдельными. Это была очень большая радость для каждого человека, который является нашими земляками, вот, для каждого человека, который любит борьбу, который любит единоборство, и который чтит мужество и благородство, проявленное в том числе во всех ваших фамилиях. Ну и третье, я хотел бы сказать, что на самом деле, вот, вы явились олицетворением не только своей фамилии, не только своего рода, но и олицетворением всего Дагестана. Поэтому Дагестан воспринимал вашу победу как свою собственную и радовался как собственной победе над всех. Ну, при этом, конечно, все прекрасно понимают, как эти победы даются, что это огромный труд физический, это кровь, это боль, тем более в единоборство, там, где приходится преодолевать себя. Вот, у нас в одном из, как бы, девизов такого серьезного спецподразделения существует, из слов, вернее, девизов, существует такая фраза «Победи себя и будешь непобедим». Вот, я считаю, что на самом деле вы полностью соответствуете фразе, этому лозунгу, потому что для того, чтобы добиться победы на таких площадках, нужно, прежде всего, победить себя, преодолеть себя, преодолеть любви. Тем более, мы, конечно, шепотом об этом говорили, да, но мы говорили, что победный поединок пришлось вообще с травмой, вот, с определенными, там, моментами, за которыми мы очень сильно переживали. Ну, во втором раунде все эти переживания ушли. Вот, я вас еще раз искренне поздравляю и благодарю за то, что вы Дагестану, в нашей стране, принесли очередную победу, которая для нас, для всех, на международном уровне, чем войти. Спасибо, с победой вас. Пошел, спасибо. Этот поединок, ну, он не был сравним с другими, вообще, ощущения тоже были корридинально другие, особенно, по-другому, из отца. Сразу после того, что случилось, они предложили бой, принимают, не принимают, и нужно было принять какое-то решение, или надо было оставить, но об этом никто не знал, или надо было подраться, вернуться, и, и после этого оставить. И сейчас тоже я говорю, близким, да, так скажем, которые, некоторые, которые не довольны, что я оставил, им говорю, ну, если даже я поделюсь еще десять раз, но тоже придет время, когда надо было оставить. И это решение по-любому придет в тридцать два года, или в тридцать четыре, или в тридцать пять. Так что, такое, это очень тяжелое решение для меня, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, чтобы себя помнить, на чем нам надо ходить, и вот так поставить, и переформатироваться, это очень такая сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, будем двигаться дальше. И знаю, что в Дагестане очень многие меня поддерживали, не только в Дагестане, в России, по всему миру, очень много болельщиков. Это тоже такой груз ответственности такой. Тоже меня заставляло беспокоиться, думаю, как-то у меня были травмы, серьезные травмы были у меня. Я в реанимации был пять дней, это была середина сентября. И потом вернулся, через неделю начал травматься, потом палец ломал. И вот эти слова, которые говорили, «Победи себя, будешь непобедим», они на самом деле, это истина. Потому что если человек психологически не ломается, то его тяжело сломать физически. Потому что, в первую очередь, когда ломается, проломается психология, только потом ломаются кости. Так что, ну, психологически на этот бой, вот это все, что у меня случилось, оно мне давало какие-то силы, и необъяснимую силу и внутри октагона, и до того, как туда зайти, во время веселоке, во время полотоке. И одна из таких самых больших фактов от этой силы была то, что за мной проболеет очень много людей. И, в первую очередь, хотел бы им большое спасибо сказать. Мы всегда, с отцом, когда прилетали, мы всегда встречались с болельщиками, нас встречали в аэропорту, потом на стадионе. И на этот раз, в связи с пандемией, мы решили, что лучше будет не собирать людей. И, в первую очередь, хотел бы им большое спасибо сказать, потому что это очень большая поддержка для меня эмоциональная. То, что за мной стоят, на самом деле, очень много людей. И вот у нас в Дагестане не всегда показывают позитивные моменты, по, так скажем, по каналам, там, интернете и так далее, но очень большую мотивацию мне дает, что именно мои бои, мои победы дают большую позитивную энергетику нашим народам. Это, значит, опять, общая просьба. У нас есть на нулевом уровне пятом кармане центр спортивной подготовки для спортсменов Дагестана и Российской Федерации. Там проходят международные сборы. Также предусмотрено на Дюках еще один такой центр, это как Среднегория. А для Высокогория, для наших спортсменов и целым для Российской Федерации вот этот объект, который строится на горе Сильды. Понял Вашу просьбу, что нужно сделать. Я, как бы, в этом отношении понимаю, какие должны быть мои действия. Это, наверное, то, что я на самом деле могу вот эту замечательную сумму поблагодарить. Ну, и, во-вторых, конечно, то решение, которое пойдет на пользу развития спорта, особенно тем ребятам, которые из сельской местности, из высокоглазных села. Поэтому я не люблю давать какие-то такие общие обещания. Я в течение недели разберусь со всеми нюансами, со всеми документами и дам свое личное поручение. Обещаю Вам, что выполню только в Уфе, но и в одном подъеме. Спасибо.